Пятницкая, 49.3.1 Это у нас участок полиции, дежурная часть, МВД, Зреченский Поднимаемся к Абрамовой, к начальнику Сейчас поговорим с ней Здравствуйте Мы в дежурную часть обратились, нам сказали к вам подняться Спасибо У нас по ситуации Serpens Я журналист, которого избивали У нас там много заявлений было, поэтому мы спросили, как возбудились, не возбудились Хорошо Ваша фамилия? Цибуляк Ваши Кчиркасы А, все, вот вы как раз и были, у нас не допрошены Допрошены мы были Допрошены мы были Я понял, да, допрошены не было, а опрос был Ваши, получается, коллеги в больнице у нас, правильно? Да Орел и дорого Дорого, все правильно Вот следователь вот здесь у нас, он сейчас вас допросит, пока в качестве свидетеля Я понял, но нам просто тогда, чтобы допрос адвоката надо было бы передать Ну это как хотите, свидетеля или адвоката А просто было, нам было просто интересно, как дела обстоят Да, то, что подавали, нам не было А против кого и как хотите? Бесячно Не против кого? Да, оно меня не касается Никому Ну, к кому мне обратиться? Ну, может, я не являюсь сотрудником охраны, я руководитель следственного органа на расследовании Ну, может, защита нужна человеку Ну, может, защита, но, пожалуйста, дежурную часть Прошу, выделить меня, к кому-нибудь для защиты, ходить на работу Я хочу надеяться Я понял А там по поводу каких-то мероприятий, естественно, дело в том, что нас обокрали И мы до сих пор не понимаем, что-то нашли или нет Вот, мы всех опрашиваем Были какие-то обыски? Всех допрашиваем Если мы видим какие-то составы А, нет, обыски какие-то были или нет? Мы не знаем Какие-то были Что-то нашли, можно посмотреть, что? Может, там мои вещи просто лежат А, если бы там нашли ваши вещи, я бы сказала А, в моих никаких вещей нет А можно с документами знакомиться? Нет, вы свидетели Ну, даже пока никто Нет, я заявитель, меня ждали, меня украли Вы не хотите сейчас пока... Ну, как бы, вы будете допрашивать? Конечно, конечно, сейчас просто... И все, что согласно ПК по вашему статусу для вас пересмотрим? Сейчас статус свидетеля всех Ну, я же не свидетель, я же заявитель Ну, и заявитель кем-то роде уже Ну, я пострадавший заявитель Вот мы сначала всех допросим, поймем ситуацию Потом поймем, кому что, куда выделять, какие материалы, кто в чем не прав Или прав, понимаете, что делать? Это 50 заявлений порядку, но я утрирую сейчас, там 30-40 Невозможно взять за два дня, кинято решение И документов тоже, никаких никаких не было, и смартфонов не находили По поводу обысков точно ничего не находили А вот то, что за забором там нашли, мы прям видео есть, мы смотрели, что там люди нашли, прям смартфон, портмоне находили, еще что-то находили Вот все, что нашли, осмотрим, если это ваше, вернем А как можно ознакомиться, что там, сейчас? Вам сейчас вообще никак Почему? У вас статуса в уголовном деле сейчас нет никакого Ну, хорошо, мне хотя бы заявить о том, какую-то бумажку на что, да? Вам не дадим ничего, вам не положено? Ну, откройте УПК, посмотрите, что вам положено, что не положено Ну, в смысле, я не могу сейчас ознакомиться, материалы на дело? Конечно, нет Как это нет? УПК, читаем УПК А вот по этой ситуации, то, что я подавала заявление, да, но у меня не было никакого звонка по поводу решения, что... Проверение может рассматриваться до 30 суток Хорошо, вы должны же уведомить меня в том, что срок продлевается с сроком рассматривания с 3 суток до 10 суток И потом... Можно через канцелярию вас уведомить? Тут составы разные, вы дознания пишите, вы пишите, вы там научи школы, получается у нас все УВД, что на эту ситуацию работает Я понял, сейчас можно в канцелярию пройти и все документы, которые там есть, с которыми можно знакомиться В канцелярию-то при чем? Ну, вы сказали, можете в канцелярию пройти Я говорю про уведомления, управляю Ну, про уведомления Мне просто интересно, ну, мотивы, почему от 3 дней увеличили до 10, допустим Потому что имеем право на это Ну, я понимаю, но должны же какие-то объяснения быть Потому что из заявлений 150 штук, блядь, и как-то с ними надо разобраться, кто прав, кто виноват Я понимаю Мы не берем это заявление и говорим, а, вот на вас сказали или на меня сказали, значит, я в чем-то виноват Нет, надо разбираться Я понимаю, просто позавчера Серконс приехал на полицейском автобусе почему-то Не понимаю, почему они Не запоняйте, о чем вы вообще говорите Ну, мы засняли на видео Ну, ради бога, я не знаю, о чем Сотрудники приехали, Серконс, девочки, мальчики Их впускали, все, а меня не впустили даже Ну, вот я при чем? Ну, как это, вы же здесь главный? Кто главный? Есть начальник УВД, я при чем Ну, начальник УВД Ну, я начальник следственного органа И вы ни за что не отвечаете Я не отвечаю, за кого пропускают на проходную Не отвечаете, то есть... Я прошу, вы сейчас будете? Конечно, конечно, мы сейчас подойдем А, вот прям в этом кабинете? Хорошо, мы сейчас подойдем Здравствуйте, а к кому следует обращаться по поводу, допрашивать, по ситуации с Серконсом? Ко мне, ну сейчас чуть-чуть подождите Да, мы подождем, у нас просто адвокат сейчас еще подойдет А вы кто? Цибуляк и Черкасова Я журналист, на которого напали и ограбили А Черкасова бывший работник или действующий работник Пока не понятно На нее тоже напали? Ну да, естественно, мы все вместе приехали Вы улыбаетесь, как будто это радостное событие А? Нет, для меня просто это обычное событие Ежедневное Вы уже брожженный такой стали, уже смешной Я понимаю Это просто у меня профессиональная... Да, да, я и говорю про это Ладно, мы подождем Да, подождем Ну вот так, ничего не объясняют Естественно, недовольны Блякают, бляки всякие промелькают Промелькивают в речи Я нахожу сейчас ОВД района Замоскворечи Сегодня, получается, 6 мая Прошло уже больше месяца Полтора месяца прошло уже С момента нападения С момента, когда... Ну, на меня и ограбление В Серканце И именно в тот день, 20 марта Я написал заявление Вот именно сюда, в полицию В Савдельстве не один Вот, и никакого ответа нет Ни почтой, ни звонками, телефонами Никак Ничего не говорят, ничего не рассказывают Поэтому сейчас решил зайти сюда и спросить Взять ответ, возбудили или отказ взять Или возбуждение взять Материалы, естественно, уже ознакомливаться и работать Мне кажется, ничего нету Но зайдем, посмотрим Будем писать, что вы ознакомили Раз они такие Привет Я к вам Да, с каким вопросом? По моему заявлению, 20 марта Крест-3-2-0 Мне сказали, что там возбудили уголовное дело Мне вы ознакомите Какой это чего? Фамилия? Серканс Цибуляк Что вы хотите? Заявлял о том, что меня избили Выделили материалы в уголовный розыск То, что вам нарушали Осуществляют журналистскую деятельность Выделили материалы в кабинете Меня еще ограбили Ну, 116-й, херацитый, все побои Все это выделили в уголовный розыск Хорошо, мне бы ознакомиться с материалами Уголовный розыск выделил То есть никаких материалов нет? Уголовный розыск Идите в уголовный розыск Смотрите, прошло уже 35 дней Я пишу постановление о выделении материала К серии материалов И выдаю в уголовный розыск Смотрите, было написано заявление Прошло 35 дней Все сроки уже давно вышли Мне нужно или возбуждение уголовного дела, именно постановление, копия, или отказ от возбуждения уголовного дела. Материал проверки по поводу того, что вас избили. Результаты материала проверки. Выделен уголовный розыск. Вы мне ознакомиться с делом. Подойдите в уголовный розыск. Материал выделен на предъявление проверки туда. Кто именно ответственен за это? Весь руководитель. Можете у него уточнить. То есть не вы. На дежурной части мне сказали вы. Аршун Павел Юрьевич, руководитель уголовного розыску. Кабинет у него какой-то. На пятом этаже через лестницу. Поднимитесь, я не уточню, сейчас умер. Не помню. А еще вопрос такой. Само постановление есть о возбуждении уголовного дела, правильно? Есть. Есть. А почему меня не сильно ознакомливают? Потому что вы еще не признаны потерпевшим. Вы даже допрашиваться отказались. Не, не надо, чтобы меня... Кто оказывался? А вы кто тогда, чтобы я вас... Не, не надо, чтобы меня потерпевшим. Мне нужны просто результаты проверки, результаты постановления о возбуждении уголовного дела. Мне же у вас как-то регистрируется, правильно? Вы, может, не понимаете, о чем вы сейчас говорите? Почему не понимаете? Вот есть заявление о каких-то граждан, да? Я признала, условно говоря, потерпевшим. Я понимаю, о чем вы говорите. Вот им мы уведомляем потерпевшего о возбуждении уголовного дела. По поводу того, что с вами что-то сделали, эти материалы я выделила в уголовный розыск. Какое они приняли решение, я не знаю. И с этим я вас знакомить не буду и не имею права. И нет такой возможности. А на основании чего вы выделили в уголовный розыск? Ну, значит, нашла основание. Ну, значит, рассматривали все-таки? Пришли к какому-то выводу? Ну, значит, да. Ну, вот я и прошу ознакомить меня с выводами. Вот подойдите в уголовный розыск и посмотрите выводы по материалу проверки. Вы же выводы. Материал проверки у них. Не все ходите, пожалуйста. Вы выводы делали. Вы не понимаете, о чем я сейчас говорю. Нет, вы не понимаете. Дело в том, что в данном случае мне, полиция, осуществляет услугу моей помощи, моей поддержки и так далее. Я вправе ознакомиться со всеми материалами. Вы мне не хотите говорить, что вы ничего не... Пока. Пока. Это вы ссылаетесь на них. Пока вам ничего не говорят. Это вы ссылаетесь при своей работе. Процессуальный кодекс, правильно? А мне на него, на данной ситуации, все равно. Этим будет заниматься мой адвокат. Мне просто нужно... А мы с адвокатом тогда будем дальше разговаривать. Нет, мне просто нужно познакомиться с материалом дела. Вы идете в уголовный розыск, узнаете результаты проверки по вашим заявлениям. То, что вас побили, у вас что-то заправили. По-другому вы не хотите, я понимаю. Напомните, какой там кабинет. Я не помню, какой там кабинет. Я сказал, руководитель на пятом этаже. Что вы хотели? 20 марта я оставлял заявление. Я и коллеги мои по поводу усерданца. Нападение, избиение, ограбление. Сказали, возбудились. Сказали, в розыск продали. Еще что-то как-то. Но я ничего не... Не, не в розыск. В следствие. Это в следствие нам идти. Уголовное дело там. В следствие. Конечно. Вы что, будете издеваться надо мной? В смысле? Ну, я был только что в Абрамову. Абрамову... Я не знаю, как она вам бесполезна. Я точно не издеваюсь. Я говорю, что дело вознужное в следствии. Уголовное дело не возбуждается. В следствие это кто, Абрамову? Да, это начальник по поводу следствия. Но она только что... Я только что у нее был. Она мне сказала... Что она сказала? Она сказала, что я передала все документы в розыск. Я взял... Какие все документы? Она сказала, отдала дело в производку. Куда-то там. Так. И все эти дела занимаются сейчас в розыск. А именно, разыскивают, но подавших. У вас какая информация интересует вообще? Мне просто нужно вот эти вот постановления ознакомиться. Что... А, нет, нет. Таких у меня документов нет. Какие материалы есть по делу. Если ознакомиться, то вы понимаете, что вот этот документ, вот уголовное дело, у меня его нет. Она у меня и не может находиться даже. А я не имею права вообще... Нет, вы вот эту риторику выкиньте, она мне абсолютно не интересна. Я не знаю, кто-то... Мне интересно, смотрите, мне интересно... Знакомиться с материалами, вообще с какими-либо, вы можете только в следственном отделе нашим. У меня ни одной бумажки нет даже, чтобы вам показать. Что-либо, понимаете? Ну, вы на основании чего-то же действуете? Да какая-то основания у меня свои. Вот, и что я делаю, у меня нет. Хорошо, то есть вот этим вот заявлением 6.3.2.0 по серпенцу, вы не занимаетесь? Ваш... Нет, я не занимаюсь. Нет. Не занимаетесь? Нет. Обманывает меня, Брамова. Я не знаю, кто вас обманывает. Замечательный у нас, полиция. Ключ в замке, короче. Ключ в замке открывать просто не хочет. Что у нас получается в сухом остатке? Пришел, естественно, прошло полтора месяца. Никакого ответа они мне письменного возбуждения или об отказе не дали. Ознакомиться с материалами мне не позволяют. В дежурной части посылают к Абрамовой. Абрамова посылает к начальнику уголовного розыска. Уголовный розыска посылает к Абрамовой. Все. Пытался к начальнику пройти, у начальника не приемное время. Только вечером. Сомневаюсь, что они что-то смогут, конечно, сделать. Ну вот. Вот такие вот у нас дежурная часть замоскворечья. Вот так вот они работают доблестно. И зарплату получают обязательно. И дома говорят, естественно, что служу Родине, защищаю граждан. Редактор субтитров А.Семкин